Ку-у-у-у, не-е-е, то-у-у, ку-у-е, не жаль, не жаль, не жаль, не жаль, не то-у-у, не лов... Держите ключ, товарищ Нестер. Спасибо. Да. Майор Фролов, военком Пререченского района. Нагорожен. Словно соток членов. Тут две семьи жили, профессора ленинградские, блокадные. Три, Федор Васильевич. С малыми детишками. Под Новый год их домой провожала. Победные раскаты наступления радостным эхом откликаются в сердцах тружеников Сибири. Наша задача достойно встретить весну 1945 года. На заводах и на полях сибиряки никогда не отставали от своих земляков, сражающихся на фронте. Наши тыловые подвиги подстать сратным подвигам сыновей Сибири. За день боев в 20 часах войска фронта взяли в плен свыше 27 тысяч немецких солдат и офицеров. А также захватили большое количество вооружения... Миша, как вы здесь у нас? Заходите. Ну вы ж торопитесь. Ничего, ничего. Ну проходите, проходите. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Прекратите сопротивление и сложите оружие. Извините. Я пойду маме скажу. Миша, 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 миша. Миша, 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 миша. Миша, 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 миша. Миша, 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 миша. Миша, 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 миша. А что вы стоите? Раздевайтесь, садитесь. Обе ваши посылки я получила. Спасибо. И с его вещами, и с продуктами. И с книжками для Тимоши. Только книжки никому нету больше Тимоши. Он погиб вслед за Степаном в августе. Поехал с товарищами на рыбалку и утонул. Никому ваши подарки не нужны. Нет у нас больше в доме охотников. Ой, ну что же это такое? За что? Ничего. Сразу все, ничего. Простите меня, совсем уже было. Такие встречи, знаете ли, не всегда приятны. Ну, а как вы? Я вижу, вы с госпиталями совсем развязались. Как ваша жена? Сима, кажется. Сестра у нее младшая. Жену мне нет. То есть она больше мне не жена. А у нас вы проездом? Нет, я теперь здесь живу. Не понимаю. Решил поселиться в Привеченске. Успел обзавестись домом. Купил. На пионерской семье. А что вам здесь делать? Вы что, вспомнили вашу наивную фронтовую клятву? В случае гибели одного из нас, другой не оставят и так далее. Я не нуждаюсь ни в чьей помощи. Я врач, и сама помогаю людям по 10 часов в сутки. Мне никто не нужен. Никакие фронтовые друзья. Да нет, Лид. Я обещал Степану завершить одно его дело. Какое дело? Я расскажу как-нибудь. Какое дело? Это связано с экспедицией Тульчевского. Давние экспедиции в эти края. Еще 13-го года. Степан хотел... Он много хотел. А теперь уже ничего не хочет. Я не хочу. Не хочу думать об этом, вспоминать. У него оставалась тетрадка. Он все туда записывал. Ничего, ничего. Что такое? Лида. Лида, что это ты так? Ну? Ну? Здравствуйте, Миша. Вы позволите мне вас так называть? Сейчас мы вас чаем напоим с дороги. Так славно, что вы навестили двух одиноких женщин. Перестань, мама. Ну не кричи на мать. Сейчас я вам чаю набью. Я вас даже вареньем угощу. Спасибо, Миланя Антоновна. В другой раз. Нет, нет, Миша, что вы. Оставайтесь у нас, я вас прошу. Я прошу вас, пожалуйста. Извините меня, я опаздываю. Я побегу. Извините меня. Да-да. Входите. Извините, я прямо с дежурства. Очень хорошо. Ничего, проходите. Вы с майором знакомы? В нашей районной столице все знакомы. Накурили, надымели. Задохнуться можно. Вот, Миша, я тетрадку разыскала. Вы это просили? Да, это. Спасибо. Именно это. Именно это. Да, именно это. Лидия Петровна. Вы как доктор можете... Деревня Пихтовка. Это далеко отсюда? Они близко. Глушь ведь. Километра 80 будет с гаком. А на что тебе? У него после ранения осколок остался. Не долечили. Он, правда, об этом не говорит, но иногда охает. Поговорите с ним. Я пойду. А вы поговорите. Скажи, а заимка Савкина это где? Не знаю никакого Савкина. У меня другой разговор. А Федор что? Домой ушел. Вы мне лучше скажите, Михаил Иванович, почему я ничего не знаю про ваше ранение. Я вообще многого тогда не успел тебе сказать. Прости. Я тебя тогда так встретила. Я понимаю. Так что осколок? Фролов слишком серьезно к этому относится. На дворе весна, Лида, скоро подсохнет, и отправлюсь я в эти самые глухие места. В Пихтовку. Музыка. Пихтовка. Ну, чего топчетесь? Подходите. Восемь треугольников. Иванова Федосия. Тебе полевая почта. Кирилловна. Кирилловна, держи женскую часть. Сучкова, Клавдия Ашхабад. Передай-ка тете Маше. А это Зине Федоровой. Ты сперва почитай, дуреха, а потом реветь будешь. Ну, чего ты? Раз глубокий тыл доставили, значит дело на поправку. Дыни там, бурюк. Не скажете, где найти председателя? Там, прямо по коридору. Спасибо. Ой, да капитан Рейхтан. Ой. Типа. Слух. Типа. Слух. Типа. Типа. Нестеров, моя фамилия. У меня к вам письмо от военкома Фролова. Пахта, засвета, встаем, а тут пишут, пишут. Ну, раз приехали за 100 верст, может, сами объясните? Ведь не вы же при письме, а письмо при вас. Даже не знаю, с чего и начать. Ну, пожалуй, вот с чего. У вас тут до войны школой заведовал Иван Алексеевич Перевалов. Вот не скажете, остался кто-нибудь из его семьи? Остался. Кто же? Я осталась. А вы ему кто? Вдова. Евдокея Трофимовна! Евдокея! Пусти! Ты величью клавку удумала? Ее Петька в Ашхабаде лежит легко ранитый. Она к нему ехать наладилась. Легко? Ладно, разберемся с Ашхабадом. Прикрой-ка дверь. В самую горячку. А графена? Легко. Тебе-то легко, Иван Алексеевич. Какая легкая нашла. Руки-то, в стороне, в стороне. Я тебе покажу легко. Так какое у вас дело? Вернулась сюда после института, агрономом на семенной участок. А он молодой учитель. Ну, понравился ему. Всякие у нас были разговоры, но вот об экспедициях мы не говорили. Может быть, когда за своей женой ухаживали об экспедициях, разговаривали? Честно говоря, разговаривали. А мы, честно говоря, нет. Нам с вами не до экспедиции было. Значит, фамилии Тульчевского вам неизвестно. А далеко ли отсюда до заимки Савкина? Да как сказать, угол не близкий. Там уж не хозяин хорошие глиняные горшки лепит. Вот зимой бывает, ездим, берем. Ох, гляну туда, гляну сюда, не идет, милый, ниоткуда. Ох, по народу глазки пущу, ох, незаметно, кого ищу. Это они с вашим приездом распелись. Да сводки победные. Да вечер уж больно хороший, четыре года не пели. Ох ты, поверь, поверь, подружка, Ох, что от слез макроподушка. Ох ты, товарка, я верю, горю, Я слезами полы мою. Евдокея! Дуня! Вечеряете. Заходи, а графена. Не до того. Клавка сбежала. Села на попутку и догоняй. Отдалек, а. Где у нас хаббат этот, у черта, на куличках? Теперь недели две прокатается. Взяла мешок с продуктами фельху. Не шуми, оформим ретку. Не шуми. А зачем это к нам, товарищ из района пожаловал? Лошади нужны. Может, что подскажете? Бабу вдовых парочек, вот, пожалуйста. Нужны мы ему, я к тебе пойду. У меня еще в конторе дел полно. Кто-то во второй бригаде два мешка семян украл. Не то свои, не то проезжие прихватил. Отдыхайте, Михаил Иванович. Пойдем, а графена. А что, позвольте спросить, если не секрет, конечно. Товарищ холостой, женатый. А графена! Есть ли не секрет? Не секрет, Груша. Был женатый, теперь холостой. И такое в жизни случается. Ты его на замок запрятай, а то какая ночью прокрадется. Вы уж не обижайтесь. Наши женщины дичалевы-то шутят. Ой, ты, гармошка, матушка, Да лучше хлеба мякишка. Ой, все же хлебец надо есть, А то гармошечку не снис. Ой, все же хлебец надо есть, А то гармошечку не снис. Ой, гармонист у нас чудак, Залез гармошкой на чердак, Ой, гармониста чудака, Стащили девки с чердака. Ой, гармониста чудака, Стащили девки с чердака. И чем это на руне так обошли? Ночью за семь верст матрениных мальцов лесничество гоняло. Вон каких красавцев выпросил. Плубы таких. Тебе овечки всыпят в плуг. Конь верховая пара на всю округу осталась. Обещалась с рук кормить, с ладони поить. Я туда к колхозным делам отправилась, Надо партию глинули посуду заказать, А то бабам нашим готовить не в чем. Вы решите, щиварим. Тебя за себя оставляю. Ясно. Одна ваш хаба, другая в тайгу, А я тут за всех, чули. Послезавтра вернусь, не соскучитесь. Серва покормить не забудь, Я ему там поёк на двое сутки оставлю. Поехали. Завтра отвяжешь, А то нас достанет. Завтра отвяжешь, Скай, Завтра отвяжешь, А то ни в чем не стоит. Завтра отвяжешь, Как же это вы, Дуня, Евдокий и Трофимовна, со мной поехали? Все свои важные дела оставили. Да вам откажи. Вы в тайге заплутаете, а меня потом по судам затаскают. КОНЕЦ КОНЕЦ Рыбку ловил, пчелок содержал, а потом гроб себе сколотил. Крест ихний староверск поставил. Сам в гроб лег и отошел. Прямо в царствие небесное. Ты делу, батя, говори. Говори, что тебя спрашивают. А чего рассказывать-то? Это ты нам байку рассказал, а я слыхом не слыхал. А вы не помните? Говорят, Федот Попов, дядя вашего отца, был у Тульчевского проводником. Как не помнить? Ясно помню. Я тоже помню, как вот... Откуда ей помнить-то? Откуда помнить? Она девкой неразумной была. А эти горшки давно лепишь? Да балуюсь в свободный час. Соседи берут, не жалуются. Чего я тебя прихватил-то? Слышь, мать, а ну-ка по мне ему поясницу-то. Да баньку и стопи. Прострел прогреть хорошенько надо. Да это не прострел, хозяюшка. А что? Это после ранения. Вот он уже. Отпустил, кажется. Так что ж ты, милок, на лошадку-то сел? Да в тайгу. Да у нас здоровый-то мужик согнется, а ты? А глину где берешь? О, этого золота сколько хочешь. О, ступай вниз по речке. Сто верст пройдешь. Конца краю этой глины нет. Михаил Иванович. Михаил Иванович, скажите спасибо хозяину. Да пойдем, время позднее. А что же это за глина? Особая. Огнеупорная. Калиновый пилит. Такую глину бывает на большие стройки за тысячи километров возят. Из нее не то, что горшки. Города строить можно. Не слушайте вы его старого черта. Была экспедиция. В сухом яру, вниз по реке, их метки стоят. Да что ты говоришь? Не желает мой батя, чтобы у нас пришлый люд появился. Хочет один хромым царем в тайге жить. Метки. Метки, столбик каменный, избушка их не долечи. Мужики туда за утками ходят. Ну и как туда добираться? А утречком я вас туда на лодке доставлю. Без меня-то трудненько будет. Ну, по речке-то просто, а дальше в заводях с пропешкой. А, понятно. Отдыхайте, спокойной ночи, приятного сна. Субтитры сделал DimaTorzok Что ж ты его, такого Квелова, в тайгу-то взяла? Вон он ходит, за бок держится. С утра на нем лица нет, а ты его в лодку. Пока вы здесь располагаться будете, я пойду осмотрюсь неподалеку. Где, говоришь, столбик метки? Нет, кито? А вон пойдешь по берегу, по краешку. Пойдешь по краешку, вон туда. И так же вернешься, не заплутаешь. Только, Михаил Иванович, прилечь бы тебе. Давай ты ложись, а мы тебе обед готовим. Вот это верно. Дуня! Есть предложение приготовить обед. Но я все-таки пойду пройдусь. Долго я ждал этой минутки, дорогие мои. Время зря не теряйте, вернусь голодной. Их! Что ты все эхаешь-то? Как же я вот посторонним человеком командовать буду? А-а-а! Так я же вам вчера на двое их постелила. Да он насеновал. Ушел. Не сама ли ты его отправила? Ну ты что, ему тронулся? Какая же та дуреха городская, что его оставила. Ладно, пойти хворостом рубить, костер разводить надо. Стесняется он, Евдокея! Хворый он, раненый! Субтитры создал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ты тварь приворотный Потом рыба пойдет Потом посолим И ушица будет важная Понюхай А то я без тебя варить не умею Уметь-то умеешь Только так сварить надо Чтобы он оторваться не мог Кто-то твой не оторвался Хвостом вернул и не посмотрел на своих детишек-близнят Не оторвался А мне от него дурака Больше двух и не надо было Я его сама до себя не допустила После городских-то И детей от него торгнуло Как они учатся-то Ты не говорила Петька в школе не озероет Учатся, Глаша, учатся А кто из них Петька, кто Федька разве развлечишь Парит как в бане К вечеру гляди Груза соберется А городские ничто Булся до серьги, театр до кино А вот ты выходи, мужика Откорми его Он от тебя век не отстанет Не моя судьба чужая Не лезь ты, Христа Будет тебя конфузить меня перед ним Крымка-то у нас с молоком И сливки не сняты Крымка-то у нас с молоком Слов нет, как хороша Ну прям хороша Нам бы с тобой годы по четыре бы сбросить Вот тогда Вам, Ду, не надо вдвоем погулять Или забыла как Пошла бы в лесок А он за тобой Может зелье твое приворотное подействует Глафир, ты откуда? Не смей, Глашка Глашка, не смей Дела у меня на заимке Вернись Старики ждут Глафир, вернись Завтра прибудут Вон дождь вон начинается Небось не растаю Уху посолить не забудьте Да не пересолите Глафир, вернись Я не знаю, что-то Продолжение следует... 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 Продолжение следует...